И всем привет, ребят, с вами Стрвак, я сейчас записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике. Сегодня мы вместе с вами начинаем тестировать устройство после обновления нового баланса. И как ни странно, мне очень сильно хотелось бы посмотреть сегодня на шоковую заморозку, на то устройство, на котором я уже довольно длительный период времени не играл в нашу игру. Ну и то устройство, которое по балансу сейчас выглядит прям очень и очень сильно, потому что у нее стандартный урон практически, да, то есть он на минус 5% всего лишь от стандартного урона фриза. При этом это устройство имеет супер жесткую заморозку танка оппонента. Ну и возможности реализации этого устройства, как по мне, с вводом нового обновления, в котором еще и сделали возможность вас подключать вражеские мины, мне кажется, стала очень и очень сильной. Вот эта вот самая комбинация турбинная, торпедная, да, в свое время я ее именно так и называл, торпедная комбинация. Ну и попробуем ее сегодня реализовать, возьмем ловкача, возьмем вас по фриза и отправимся в матчмейкинговую катку, посмотрим, что нам предложит матчмейкинг, ну и попробуем реализовать эту комбину. Если вам нравятся видеоролики, посвященные игровому формату, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос лайком, не забывайте подписываться на этот канал, ну и, конечно же, не забывайте участвовать в розыгрыше на 3-блевый кристалл на 20 тысяч танкоинов, вся информация по розыгрышу есть в описании. Они закидывают меня на чернушку, не сказать, что это, конечно, лучшая карта для реализации такой комбинации, так как добраться до вражеской базы будет сложно, но, учитывая тот факт, что если там будет против сейчас минеры, этих минерчиков мы сможем контрить. Можем контрить очень круто, овердрайвом васпа, поэтому давайте я оставлю эту комбиночку. Так, ну и пока что, что я вижу, что я вижу, ребяточки, что я вижу? Я вижу, что у меня лютая заморозка, у меня лютейшая заморозка танка оппонента, да, и при этом у меня еще и дефолтный урон у фриза. То есть это, в моем понимании, это лютейшая имбище, просто лютейшая имбище, да, то есть возможность, у нас тип на чем играет? На пульсаре. На пульсаре я бы на его месте, конечно, бы не играл бы. Я лучше бы взял бы на его месте шоковую заморозку. Но давайте с ним поздороваемся, он со мной здоровается, давайте напишем ему «бери шок». Просто «бери шоковую заморозку», и сейчас мы с шоковыми заморозками просто такой развал схождений будем делать, жесткий. Так, ну я смотрю, что тут по балансу очень сильно стал работать твинс с дальностью, потому что большинство играет сейчас в матчмейкинге именно на этом твинсе. Кто-то мне говорил о том, что это тоже новая какая-то лютейшая имба, но я ее пока что не тестировал, пока что не смотрел, что да как. Так, есть миночки от оппонента, ну и вот заодно сейчас проверим, как работают наши бомбочки. Проверяем вот так вот, бомбу поставив, ну и смотрим. Смотрим, как взрываются просто все, просто все мины взрываются от слова «совсем». Да, ну и шок. Мам, мне пока что очень сильно нравится, если честно. То есть у меня есть возможность тотальной заморозки танка противника, да, тотальной заморозки танка противника. И при этом у меня, считайте, стандартный урон на фрезе. То есть это самое, наверное, бесячее устройство, которое есть на сегодняшний момент времени в нашей игре, в моем понимании. Да, когда у тебя есть такие возможности, когда у тебя есть такие параметры на своем корпусе. Так, ну и тут противник продолжает, я смотрю минировать. Пробуем ворвать. Блин, почти даже успел ворвать в эту всю движуху. Так, ну и надо что-то по резистам, наверное, поменять. Что там у нас у оппонентов? Смоки, гром, молот, рельса, гаусс, твинс. Смоки, гром, молот, гаусс, твинс. Так, ну вот он тоже, я так понимаю, одел шоковую заморозку. Потому что сейчас я смотрю, что уже пошла немножечко раздача контентика потихонечку. Поэтому мы тоже пробуем, если что, подворвать. Пробуем подворвать. Ой-ой-ой, шикарно просто залетаем. Ну и заморозочка мне тоже дает возможности. То, что вражеский хантер просто даже развернуться здесь не смог от слова совсем никак. Вот вам и возможности реализации шоковой заморозки на сегодняшний момент времени. Да, то есть, ну жестко, ну что, что, я не знаю, зачем делает Орех такую имбу. Зачем? При том, что это супер противное устройство. Это максимально противное устройство. И при этом Орех делает из этого противного устройства еще и имбу. Да, то есть делает из него возможности реализации супер крутые. Блин, только нам доставили. Это, конечно, не есть хорошо. Еще и бомба. Залетает здесь нам под танчик. Так, ладно, по резистам я пока что ничего не меняю. Можно будет, если что, поменять. У меня появляется уже овердрайв. Ну и нам надо пробовать подворвать под вторую доставочку. Бомбы там, ой, бомбы. Мины хоть там и ставятся, но мины теперь минером очень легко сбиваются. Поэтому, в принципе, в этом проблемы нету никакой, да. Поэтому мы можем, в принципе, врывать. И врывать мы можем жестко. Единственное, только хпшечки у меня не так много на васпе, чтобы все это было максимально жестко. Но что касаемо фреза, то выглядит он реально и вправду очень и очень сильно. Очень сильно. То есть, шоковая заморозка сама по себе, она очень сильно дизморалит любого игрока, да. А когда у тебя с этой дополнительной дизморалью еще и появляется возможность... Так, ставим здесь бомбочку шикарную. Появляется возможность еще и наносить очень большое количество урона. То у тебя на дистанции просто получается лютейшая комбинация в реализацию. Поэтому тут без комментариев. Тут только лишь у меня остаются вопросы к Ореху, как он балансит это все дело. Но мы можем на вас по фрезе подворвать. А еще, когда не врывали-то на вас по фрезе? Когда не врывали? Правильно, врывали все время, поэтому можем подворвать, можем подраздать этого жесткого контентика. Если нам такой баланс дают, то почему бы и нет, как говорится. Блин, надо было от Теслы взять. Я забыл, от чего надо было взять резист. Здесь надо было, конечно, взять от Теслы. Но приваривать, смотрите, просто приваривает. В салат приваривает эта шоковая заморозка. Просто в салатик. Просто такая нарезная колбасочка получается. Как же я раньше любил эту комбинацию. Похоже, с таким балансом шоковой заморозки эта комбинация обрела новую жизнь. Да, новую жизнь, новые возможности, новый интерес в плане игры. Так, а что я вообще по резисту-то взял по итогу? Я взял Гаусс, Молот, Рельса. Рельса есть, Молот есть и Гаусс есть. Ладно, тогда еще более-менее пойдет. Но можно было вместо Гаусса взять резист, конечно, от Теслы. Тесла все-таки будет более противна перед доставками. Но ладно, уже как есть, так есть. Так, мяч берем. Супер турбиночка, торпедочка начинает свою скорость жесткую. Всех оппонентов там на слив уже дали. Здесь подморозик такой делаем вкусненький. Заход на боковушечку и в доставочку. Ну что, что, ребяточки, что торпедочка-то работает. 500 очечий уже есть в кармане. Есть дроповый овердрайв сверху. Не знаю, стоит ли нам его забирать. Ну, наверное, можем, а чего нет. 87% зато противнику не отдадим точно оверку. Так, наши тиммейты врывают под подбор мяча. Надеюсь, что врывают. Там просто этот хоппер противный супер. Супер противный хоппер есть. Так, и нам вообще по-хорошему накидочку... О, шикарно нам накидочку делают. Теперь мы делаем широкую на заходку. Делаем широкую заходочку. Делаем на широкую. Делаем на врывалову. Ну ладно, у нас вжимают овердрайв хантер. В принципе, неплохо. В принципе, пойдет. Это уже неплохая реализация момента в целом. Да, когда вас вжимают овердрайв, это уже неплохо. Это уже, в принципе, рабочая ситуация. И, учитывая, что я веду уже в плюс два мяча, то для меня это точно устраивает. Так, здесь хантер, говорю, хоппер прожимается. Не, не прожимается, просто срабатывает у него вкусненький его оудик. О, боже, что я несу, ребятки? Ну, вы поняли, короче, подрывник срабатывает у него. Так, 600 очечий у меня уже есть. Пять минут до конца. Попробуем доставить еще один. Пробую я еще на широкую врывать. Блин, ну, как будто бы второе дыхание у меня с такой комбинацией. Я не знаю, ребятки. Просто второе дыхание у меня после такой комбиночки открытой. После таких возможностей, которые появляются у нас в игре. Ну, прям, не знаю. Мне прям очень нравится. Мне прям очень сильно нравится. Я любитель всегда вот таких был раньше комбин быстрых. Просто, ну, в моменте не было такой супер имбы. Да, фриз как бы по балансу всегда был неплохой. Но все-таки, если учитывать шоковую заморозку, да, и ее возможности, то это немножечко уже другой уровень. Это просто уже немножечко другой уровень. И другие возможности реализации, да. Другие возможности развала, можно даже сказать, противника, да. Мяч я скинул в киллзону, чтобы он появился именно в тот тайминг, когда я отресклюсь. Здесь все сделано по таймингу жесткому. Чтобы я мог сразу подобрать в средние зонки и подворвать в доставку. Только здесь противные Теслы, от которых я не взял резист. Которых якобы занерфили Теслу, да. Только что-то я как-то не чувствую этого нерфа. Я вчера записывал видос с тестом вооружения. И сегодня записываю видос, и что-то я не чувствую, да, как эта Тесла занерфлена. Что-то как будто она как была в порядке полном, так она и есть в полном порядке. Ой-ой-ой, блин, не успел я здесь воткнуть еще сверху бомбочку. Но подрывничок мой сработал на 2 плюс килла. Да, и с этой комбинацией, да, ультра жесткой комбинкой, лучше всего работает именно подрывник. Именно подрывник здесь дает самые лучшие возможности для реализации. Именно с ним открывается потенциал и открывается возможность прям тотального развала. Но здесь я не знаю, зачем он прожимал овердрайв, но это было супер глупо. Учитывая, что у меня подрывник. И при любом таком раскладе прожатие его овердрайва, это просто овердрайв молоко. Ну, нас это устраивает при любом раскладе, счет 4-1, мы ведем, мы на коне, мы наваливаем контентика, мы добавляем сверху бомбочку, нарез оппонента, смотрим на подрыва он мин, а там мин вообще не было, если честно. Я думал, там мины какие-то есть, а там мин вообще не было в этой зоне. Потому что все бы эти минки подорвались бы, а тот даже и ничего и не подорвало. Так, у вас, вернее, викинга-смока пытаются что-то тут сделать. Нету шансов, нету шансов против нынешней шоковой заморозки. Это лютейшая имба, просто лютейшая имбище. И я представляю, что будет происходить со мной, когда я буду против видеть там 3-4 шоковые заморозки, которые будут врывать люто в меня. И будет наносить очень много неприятностей. Единственная контра шоковой заморозки, какая? Правильно, иммунитет от заморозки. Но это только же такая тема, которую на сегодняшний момент времени явно никто особо сильно брать не хочет. Так, бьют его добить, да, отлично. Добивают. Наш тиммейт подборчик делает. С чем наш тиммейт играет? Хоппер, подрывник, да, у него такой же хоппер подрывник. Ой, хоппер, хорек подрывник. Минута 20 до конца. Пробуем подворвать. Опять у него овердрайв появляется, но опять бы этот овердрайв ему никак не помог бы. Мы бы все равно бы так же самое его бы уничтожили. Его Оудис. Ну и минута до конца. Это 100% победа. 25 киллов на той карте, где я 20 тысяч лет катаюсь и играю под доставки. Я считаю, что это очень хороший результат. В принципе, эта комбина дает возможности реализации в любом режиме, да. В любом режиме можно реализовать. И если это не захват флага, не штурм за атаку, не регби, то вы просто въезжаете в вражеские респы и начинаете люто, жестко кошмарить оппонента. Просто без шансов. Просто без шансов. Начинаете люто кошмарить оппонента. Потому что у вас есть шок, у вас есть хороший урон, у вас есть подрывник и у вас есть сверху еще бомба в аспах. То есть у вас есть идеальная комбинация для контроля оппонента на вражеском респауне. Просто идеальная комбинация. И все, что вам надо в этот момент, это просто доехать до респа, воткнуться в кого-то, да. Просто въехать в упор в оппонента. Вот так вот. Бам-бам-бам. Троечка. В добавочку. Сверху можно бомбочку. Можно еще сверху контентик. И все. И все. И все. Ноль шансов. Ноль шансов у оппонента на что-либо. В такой ситуации. И 29 килов, 855 очков на карте, где реализовать любое вооружение не так просто. Я считаю, что это шикарнейший результат. Я считаю, что это лютейшая новая имба, которая будет меня кошмарить 24 на 7, если я не возьму иммунитет от заморозки. Как-то так. Пишите, что вы думаете по поводу шоковой заморозки. Обязательно поддержите данный видос лайком. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.